Косяки и интересности в Half-Life 2 В одном из наших первых выпусков мы уже сравнивали данную карту с её копией из вступления. Если вы не смотрели, просим туды, а мы мчимся к новым интересностям и косякам. Они есть уже в самом начале. Мы можем заблокировать этот проход, и тогда пёс не сможет пройти. Но во время проигрывания сцены он может быть телепортирован. Транспортник Альянса появляется прямо на глазах. Безобразие. Фримен могёт забраться на машину, а затем его либо вместе с ней отшвырнёт в сторону, либо совсем убьёт. БТР комбайнов игрока не замечает, и мы можем прокатиться на его бампере без последствий. В целом, вся эта карта является просто постановочной сценой, где на самом деле игроку ничего не угрожает. Комбайны даже не попытаются отойти от места, где они должны погибнуть. Маленький нюанс. Транспортник прилетает с отсеком для десанта, а улетает без него. Куда дели коробочку, Вэлф? А ещё пули и ракеты пролетают сквозь этого синтета. Проблема оптимизации рендера. Да, может это придирка, но что здесь горит? Земля? Если взорвать телевизор, то изображение на нём будет транслироваться бесконечно. Бесконечно. Абсолютная халтура, когда нужно сделать барьер без логического обоснования. Если открыть данную карту в редакторе Хаммер, то можно обнаружить, что за вот этими воротами, вероятно, планировалось помещение, которое позже было забраковано. Возможно, из-за проблем с перемещением робота. Здесь с перебором натыкана клепбрашей для пса. А вот тут-то зачем? Поначалу я удивился, зачем на карту добавлены невидимые барьеры в небе. А затем я ещё раз удивился, когда оказалось, что этой текстурой почему-то окрашены сущности фанквиз-кластер. Хотя на том же Вэлф Вики говорилось, что использовать нужно для кластеров текстуру триггер. Если на уровне скрыть всё, кроме геометрии, то можно заметить наличие достаточно большого пустого пространства. Вероятно, здесь могли пролетать вертолёты или другие транспортники, которые не вошли в релизную версию карты. Ещё одна странность. Для чего или почему данный браш сделан так? Видимо, виной спешка, как и уже традиционные десятки брашей, которые пересекаются в одной точке. Что бы кто ни говорил, не делайте так на своих картах. Пожалуйста. Возвращаемся к игре. Забавная механика в крестике-нолике реализована с помощью микровзрывов, ударная волна от которых и заставляет вращаться пирамидки, когда игрок жмёт кнопку действия. А данный повстанец будет бесконечно смотреть в небо. Может нам надо чем-то заняться? Оу май! Также его можно заставить бесконечно бегать вокруг костра. А всё потому, что его не подпустит к нам невидимая стена в этой зоне. Пока мы не ушли из этого дворика, нужно отметить, что данных тентов не было над окнами, когда мы проходили здесь впервые. А также исчез шпиль на одной из крыш. Подди, зайчик унёс. Ну а сейчас будет пример максимальной упоротости авторов. Вся локация площади была перекрашена в другие текстуры. Окна вокзала. Плитка на полу. Эти два дома. И эти дома тоже. Зачем? Почему, Валв? Боже мой! Да всем насрать! Ещё одно непонятное решение. Прежде чем открыть ворот Альянса, мы должны были сидеть и просто ждать около 30 секунд. В какой игре вы ещё такое помните? Если следующую карту загрузить через консоль, а затем попытаться вернуться назад, то Брин снова будет показан на мониторе, а повстанцы продолжат тянуть канаты. Первая встреча с минами, и их можно очень просто обойти, бросив своих миньонов. Кстати, логический вопрос. Какой смысл размещать мины, которые предупреждают человека звуковым сигналом и миганием? Что за странный гуманизм Альянса? И почему мину нельзя взорвать гранатой или стрельбой по ней? Где реализм? Ещё один косяк. Почему у автомобиля до взрыва нет колёс, а после появляются? И вообще, что-то могло взорваться и гореть, если там был один металл. Ещё один пример кривого текстурирования в South Central. Водосточная труба проходит сквозь крышу сарая и уходит под землю. Некоторые декорации будто были добавлены лишь чтобы закрыть дыры. Этой лестнице забыли добавить плеер-клип-браш, чтобы экран игрока не трясся. Интересное о хопперах. Они могут подпрыгнуть всего шесть раз, после чего перестанут реагировать на что-либо. Ой, пожалуйста. Ну и не нужно. Ну и очень-то мне нужно. Такой реализм. На бетонной стене декаль деревянных досок. Что-то не так с потолком. Почему браш выпирает? Ну, а теперь время поглядеть на карту в редакторе. Когда ты играешь, то не обращаешь внимания на многие вещи. Например, на то, что у многих домов вообще нет входа. А если его и не забыли нарисовать, то он заложен кирпичами. Это выглядит странно. Не менее странным является то, что одно и то же здание может с разных сторон быть покрыто разными текстурами, вплоть до того, что окна оказываются на разной высоте. Если честно, все это выглядит как просто нагромождение стен лабиринта и едва ли тянет на реализм. Следующая карта. Ради одной пасхалки авторы зачем-то выстроили целую лестницу с кривыми текстурами и светом. Чтобы игрок заблудился, видимо. Ох, вы это видели. Остроумное решение. Забавно. Кстати, почему Брин не смотрит в камеру? Понятно, что дорога разбита. Но где ступеньки-то? Освещение под землей. Классика. Голова мужчины прямо у костра. Дьявол кроется в мелочах. Вопрос логики. Если здесь сломаны плиты лестницы, то где обломки и кто их убрал? Почему в этих помещениях нет лампочек и так ярко от окон, за которыми ничего не видно? Где логика? Здесь то же самое. Солнце светит с двух сторон? Как эти массивные и очевидно тяжелые компьютеры затаскивали сквозь узкие проемы и зачем? Во-первых, здесь нас рашит бесконечное количество ГОшников. Осуждаю такие решения. А во-вторых, почему Альянс не используют на улицах БТРы, которые и созданы для этого? Или хотя бы, почему не установили пулемет на этот аванпост? Так выглядит лень. Чудесно, над нами помещение, у которого нет входа. И здесь... А тут и окна даже нет. Домики на фоне летают в небе. Что-то не так с текстурами потолка. Модный подвесной потолок на фоне обшарпанных стен. Еще и с системой пожаротушения, которая явно старше самого потолка. Забавно. Но во всех помещениях отсутствуют стулья. Но есть столы. Не очень красивые стыки текстур. Не правда ли? Окно светлое будущее. Возможно, это не косяк. Но все же мы находимся на первом этаже. А подвал почему-то находится на два этажа ниже. То же самое четырехэтажное здание с другой стороны забора оказалось двухэтажным. Несколько смущает, что над автомобильным туннелем стоит девятиэтажный дом. Вот и БТР. Только почему-то земного происхождения. И его мы больше в игре не увидим. Два вопроса. Откуда здесь радиоактивные отходы? И почему они никак не вредят зомби? Капсулы комбайнов из ниоткуда летят. Суровые будни вместо стекол на окнах только решетки. Мы опять должны ждать, когда нам откроют двери. Дерзкие мостики. Оптимизация рендера, вредящая погруженность игрока. Еще и с багами. Откуда здесь барнаклы? Ом, да. Сожрал целиком. Опять экономия ресурсов. Текстуры вместо моделей. Турели начали стрелять только когда мы подошли к комнате. Это значит, что до этого зомби просто не заспавнились. У двери нет ручки. Затем она сама взрывается. Очень ленивый ход. Очередная демонстрация проблемы освещения моделей на фоне брашворка. Светит, не светит. Светит, не светит. И что это за комнаты такие с шести окнами? Типичная проблема. Ну вот откуда эти обломки? Есть твоя. Я возьму эту. Готово. Жду тебя. Какой смысл от этого монолога, если можно открыть любую из дверей? Что-то мне напоминает эта площадь. Нет. Я не верю вам. Так не может быть. И вообще, вся битва ужасно затянута, Имха. Почему после того, как были сняты все щиты, Алекс не вступает в бой? Почему комбайны бегут бесконечным количеством? Первое. Что мешало комбайнам открыть собственную стену, если за ней стоит такой же компьютер? Зачем нужно было взбираться на крышу, чтобы увидеть то, что видно и снизу? А, ну да. Чтобы попасть в плен. За какое место ее тянут? Почему нас никто не преследует? Стоять у обрыва можно сколько угодно. Откуда идет свет с учетом того, что мы на минус первом этаже? Ребята, это где вы такие котельные видели? Ощущение, что данную карту склеивали из разных кусков. Я не поленился посчитать. Когда мы стояли у моста, был пусть первый этаж. Затем прыгнули в канал. Затем еще раз прыгнули вниз, уже в коллекторе. А потом ниже и ниже, и так до минус четвертого этажа. Минус пятый. А два комбайна через какие окна спустились? Кажется, у Вэлл что-то явно перепутали. Явно кто-то забыл, что это не черное мезо. Замечательный переход от какой-то огромной чистительной станции в подъезд жилого дома. Возможный промах отечественной локализации, когда один НПС говорит разными голосами. Помогите! На помощь! Помогите! Барни сосредоточенно ждет триггера. Ты слышал мяуканье? Она меня преследует. Это шизофрения. Луч подавления подбрасывает машину только один раз. Наверное, это должна была быть модель громкоговорителя, а не столба. Барни, брось и заключенных, если мы их не освободим. И опять говорящий столб. Не нравится? Пошел нахер отсюда. Это не для тебя сделано и не для таких, как ты. Не ходи, не засирай комменты. Никому ты тут не нужен. А следующий выпуск станет финальным.